Так потом еще и контейнеров будут меньше выдавать. Двойной получается скам. Спасибо Ореху за это. Кайф. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта, текст создателя контента Vider, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Vider. И сегодня мы с вами записываем ролик по Танчикам Онлайн, который будет у нас связан с ключами, обновлением. Называйте это как хотите. Но видеоблог, который вышел в эту, соответственно, пятницу. Я его немного пропустил, потому что был не дома, не смог записать вчера. Соответственно, у меня тоже не было времени. Поэтому записываю с таким запозданием. Но, тем не менее, обязательно поставьте лайки. Есть некоторые мысли, некоторые соображения по этому поводу. И сейчас, чтобы, как говорится, тех людей, кто не смотрел видеоблог, вести в курс дела, давайте мы этот фрагментик, соответственно, из видеоблога посмотрим. Ключи для контейнеров. Что это такое, как это будет работать и так далее и тому подобное. Поэтому сейчас поглядим, посмотрим, послушаем. Ну, а вы, ребята, обязательно ставьте лайки свои. И не забывайте ставить настройки своего аккаунта, текст создателя контента Vider, дабы участвовать в конкурсе на реальные деньги, которые вы можете от меня получить. Просто на изи-пизи. Ну, погнали смотреть. Любите ли вы копить контейнеры или сразу открываете все заработанные? А не знаю, люблю. А пока вы пишите, скажу, что в игре планируется крупное обновление. Да, это мы уже поняли. Отдел готовит визуально улучшенные контейнеры. На ваших экранах концепты четырех ящиков. Сверху над ними ключи для открывания контейнеров. И нет, не переживайте, это не как в Counter-Strike. Вам не надо дополнительно выбивать еще и ключи, чтобы открыть контейнеры. Смотрите, что у нас произойдет. Давай. Теперь вместо контейнеров вы получаете именно ключи. Во всех миссиях или челленджах в любых местах, где вы могли получить ящик, теперь вы будете получать ключи. С этим ключом нужно пройти в раздел с контейнерами. Ну, анимация очень крутая. Вот что хочется сказать, но анимация просто вообще вышка-пушка. Главная неприятность, которая грозит вам, заключается вот в чем. Во время текущего события нельзя выбить актуальное наполнение из состарившегося ящика. Это часто запутывает вас. Вы видите в анонсе классные предметы. Заходите в гараж, чтобы выбить их, но открывать начинаете старые, что автоматически мешает вас возможности выбить то, за чем вы зашли. Теперь и ключи, и контейнеры никогда не будут состариваться. Содержимое контейнера будет лишь обновляться. Вы сами вправе дождаться того события, на котором вам понравится наполнение контейнеров. Вы берете ранее заработанные ключи и выбиваете нужные предметы. Ну, красные свечения. Если вы получили ключ сегодня, и вам не нравится тот дроп, которым наполнен ящик, вы можете просто не использовать ключ и впасть в режим ожидания. Я знаю, что вы хотите спросить. Да-да-да. Орех, а где же скам? Ребята, без паники. Скам на месте. Во-первых, конвертация из текущих контейнеров ключей не будет проходить один к одному. Ключи намного ценнее, чем состарившиеся контейнеры, и мы меняем их в соотношении 10 к одному. Не спешите паниковать. Мы заранее предупреждаем вас, чтобы у вас был выбор. Открыть все состарившиеся ящики сейчас, либо ничего не делать. Но тогда, после конвертации, вы получите свое количество новых ключей. Обратите внимание, что ключи будут для стандартных, ультра, недельных и для скин-контейнеров. Все остальные контейнеры перестанут действовать. Но это еще не все. Из-за того, что ключи ценные, получить их на ивентах станет сложнее. Ооо, тоже такая тема, да? Неприятненькая, супер неприятная. Делалось это для того, чтобы игроки с большей вероятностью могли достать редкие новые предметы из дропа. Сейчас ситуация изменилась. Ключи можно накопить на одном ивенте, а потратить на другом. Соответственно, нам больше не нужно компенсировать состаривание. С одной стороны, это неприятно, а с другой, вот что мы сделали. Да и с другой тоже неприятно. И среди игроков когда-то появится тот, кто, открыв стандартный контейнер, получит скин. То есть, понимаете, вы просили нас улучшить стандартный контейнер, а мы положили контейнер в контейнер в контейнер. Гениально. Ну, короче. Ах, что по этому поводу хочется сказать и рассказать? Ну, во-первых, как я понимаю, у меня мои 212 контейнеров конвертируются в что? Ну, в 21 ключ, куда отправятся 2 контейнера обычные? Я не знаю, наверное, просто так спишутся и отправятся у нас в никуда. Открывать я их не буду, потому что мне нет смысла в этом выбивать обычные кристаллики на арку. Соответственно, я у нас тоже особо не хочу. Буду рассчитывать, как говорится, на дурака и на ту самую уловку, на тот самый скам, который Рорех нам рассказывал. Типа, ты открываешь у нас обычный конт, и у тебя будет шанс выбить, соответственно, ультраконтейнер. Ну, опять же, ключ от ультраконтейнера. То есть, по факту, по сути, а может быть, а может быть, за 21 контейнер открытый я выбью то самое красное свечение. Опять же, делаю я это вначале только лишь потому, что, ну, как понимаете, это как с казино. Кто вообще не шарит за эту тему, как у нас открываются всякие такие лохотрончики, обычно в первые дни шанс выбить что-то действительно годное, он максимально высокий, максимально хороший, максимально крутой. То есть, и здесь, ну, я надеюсь, будет действовать такая же абсолютно схема. Если ты у нас первый день, соответственно, не будешь тратить контейнер, оставишь их в ключи, может быть, действительно, я у нас получу какие-то ключики к ультраконтейнеру. А в ультраконтейнере, может быть, действительно, выбью скин. Я, конечно, понимаю, что, наверное, большей вероятностью у нас будет заключаться в том, что я в какой-нибудь лотерее выиграю 1 миллиард рублей. И, скорее всего, у меня там шансов будет намного больше, чем выбить этот скин контейнер. Но, как сам факт, пусть будет. Теперь по поводу того, что плохо это или хорошо. С одной стороны, лишь с одной стороны, это хорошо только лишь тем игрокам, которые постоянно играют в танки онлайн, которым, по факту, нечего больше делать. То есть, ну, допустим, как у меня на аккаунте. У меня здесь есть абсолютно все. Мне выбивать на этом аккаунте с обычных контейнеров уже ничего не нужно. Ну, как бы смысла от этих контейнеров у меня, в общем-то, и нету. Даже когда они падают у нас просто в обычной битве, я вижу там контейнер летит, я на него просто-напросто даже не езжу. Потому что, ну, неинтересно. Что я оттуда могу выбить? Тысяча кристаллов, сто на арке. Даже если сто тысяч выбью, мне кристаллики тоже особо, как говорится, не нужны. Я их сливаю на всякую, как говорится, дрянь. Вот такие его дела. Поэтому теперь у меня будет смысл эти конты. И вот таким игрокам, как я, будет, в принципе, смысл тоже эти конты фармить. Со всех других сторон, для ребят, которые у нас не часто играют в танки, для ребят, которых у нас очень много всяких устройств. Ещё нужно выбить красок, иммунитетов на корпус, цвет выстрела. Это очень-очень большой, соответственно, минус. Потому что, как Орех сказал, этих контов у нас будет поменьше. Не знаю, что он конкретно имел в виду. Может быть, соответственно, он имел в виду чисто только ультраконтейнеры. Или, возможно, все вообще контейнеры, даже обычные. Просто обычные конты сейчас копятся максимально легко. Вот, допустим, эти 212 контейнеров я накопил буквально... Ну, даже, вроде как, месяца не прошло. Я их поднакопил или прошёл месяц. Ну, пофиг, пусть будет даже месяц. За месяц 212 контейнеров, я считаю, прям, супер неплохо. Поэтому, как это всё дальше будет копиться, я не знаю. И плюсом к всему, чтобы выбить абсолютно все устройства, мне понадобилось, ну, прям, очень много времени. Я вам хочу сказать, я покупал всякие разные танк-фанды, челленджа в кучу купил. И только благодаря этому я, соответственно, эту штуку вел. Плюс, соответственно, этот аккаунт у меня был когда-то техническим, на него тоже выдавалось куча всего. То есть, открытость этих контейнеров очень много. Вот. И теперь с этим делом, я так думаю, обычные ребята будут выбивать всё новое устройство сложнее и сложнее, и сложнее, и сложнее. И действительно, получить что-то годное будет не так уж и просто. Может быть, конечно, они там навертят, накрутят какой-нибудь шанс выпадения этих контейнеров более-менее высокий, более-менее хороший, потому что вроде как ключи ценнее, а ценнее они только по какой причине? Потому что вы в них добавили, соответственно, экзотическое свечение красное, и с него можно выбить ключ на ультра-контейнер, ну, вы понимаете, да? С обычного контейнера достать красное свечение и открыть один ультра-контейнер, с которого выпадет 3000 кристалликов. Ну, такое, типа, себе делал, такое себе. Вот, хотя раньше с обычных контов у нас вообще падали скины. На минуточку, на секундочку. В недавнем видеоролике я у нас это показывал, как говорится, обсуждал. Вот, и из этих, соответственно, обычных контов шанс того, что ты достанешь с ультра-контейнера, опять же, экзотику красное свечение и скин-контейнер, ну, я не знаю, ну, я не знаю. Типа, просто из-за какой-то вероятности делать выдачу этих контейнеров меньше и аргументировать это тем, что контейнеры стали ценнее, ну, не знаю, ну, не знаю. Звучит, как скамчик в натуре. Поэтому орех, по факту, в видеоблоге не наврал. Скам реально есть и скам реально очень большой. Прям, прям супер. Во-первых, кинули, соответственно, на конвертацию ключей в контейнеры. Так потом еще и контейнеров будут меньше выдавать. Двойной, получается, скам. Спасибо ореху за это. Кайф. Ладно, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Я, в принципе, высказался, сказал все, что хотел. Поэтому, кому понравился данный видик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok